друзья мы продолжаем сегодняшнюю в сегодняшнюю трансляцию у нас baldur's gate это мы где-то находимся кузне короче подходим какой-то подземнее под подземный у нас есть немножко адамантина какие-то формы и квест нас ведет тоже в эту кузницу сейчас отдохнули хорошо и будем спускаться в голубь спасли и гномов которые были в рабстве от других гномов которые экспроприировали эксплуатировали в нашем в нашей доблестной тиме 4 человека сокол с такой единоличник так а где вход сюда нужно да вот она у механизм серьезный справа скелетов победили а тут что за плит табличка кузне палящий жар за столетие сгладил надпись на табличке и трубы тут и что-то вроде пресса музыка такая тоже тревожная сразу вспоминается властелин колец на как они сбегали эти куски и лестниц тоже рушились так 150 опыта дали всем адамантиновая кузня кстати мышь к шестому уровню уже приближаемся адамантиновая кузня это должно быть и есть кузня ну и зрелище да классно посмотрим что у нас есть можно влево за за запрыгнуть по это самое посмотреть что там перед тем как собственно кузню тыкать ага пропрыгать можно как минимум скелет какой-то валяется и здесь тоже явно лутецкий давайте сначала сюда зайдем аккуратненько лава бурлит надо ступать осторожно видимо мы пошлем одного человека раз уж и надо проявлять осторожность разделяем группу этим человеку давай карлов лучше она по крайней мере сопротивляется огню как-то о готовность взрыв видите ради радиус показывается нам ой-ой-ой карлах ой лава вы элементаль там ой здоровый 6 уровня не 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 тихо 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 нет сейчас не пройдем проверку скелет без лута а может он friendly может он не это самый не будет нас пытаемся пройти карлах но аккуратненько пожалуйста ух пробежали адамантиновый сундук здесь и он закрытый ладно давайте попробуем его подобрать и скинуть если это нам позволит конечно же сразу же сокола куда-нибудь сможем есть изи от перегрузки избавились пытаемся сейчас от элементали выйти срок горим бедная карлах может и стоит его забрать а элементальная шестого там издалека пыщ пыщ туда-сюда так соколик давай посмотри что в сундуке вы выкидывая его из инвентаря на здесь такие механики видите сундук не открыть но на каким-то образом взяла его перепередала соколу через общий инвентарь он тут соответственно выбрасывает его и может уже применить свои воровские навыки и 20 сложность мы 20 выкидываем критический успех открываем и тут амулет с тремя заклинаниями разбивающий звук заклинания второго уровня школы вакации наносит урон всем существом объектом поблизости ага существоваться из неорганических материалов таких как камень получает помеху при испытании поговорить с разумным амулетом поговорить с разумным амулетом сознанием заточенным внутри амулета можно поговорить и восстановление ци используйте духовную энергию чтобы восстановить два очка ци что это котащи кому интересно монку может кому-нибудь стойчивость к яду миниатюрность ладно давайте отправим наверное шаду хард это о о ты здесь амулет тяжел но в нем чувствуется подспудное тело будто он немного полежал на солнце неожиданно металл становится горячим ты чувствуешь в нем огромную силу и тебя охватывает непреодолимое желание засмеяться а это тот самый амулет который выдержишь ли ты так мы кажется читали дневник из этого в общем если поддаться то ты будешь смеяться не пять минут а бесконечно по мудрости странный давайте понятненько не получилось давайте повторный бросок это что-то не хочется карлах в смысле шаду хард желание смеяться пропадает тихая спокойная сила волновы и прокатывается от одной руки по другой потом спускается к ногам ты поступила хорошо это воплощение монаха говорит ибо что есть смех если не прелюдия к безумию ха 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 да ты судьбою прислана верни меня верни меня домой и осияет благословление тебя вернуть домой вернуть домой отцы это я как яростью барба вернуть ну кому мои любимые внучки ее имя широ кларвен ильм драконий перекресток она ждет себя меня туда доставишь и насыпи дарами золотыми не верю я ему о благословление на тебя сайт сойдет ты привидение надеть продолжить положить амулет сумку расследование проницательность эти проницательность цели точно неизвестность сущности каковы намерения десяточка есть под неистовой смешливости ты чувствуешь страх и искренность монаха он не хочет причинить тебе вреда но все-таки способен сделать это ты привидение я отнесу тебя к твоей внучке в драконе перекресток погнали с тобой пойду я рядом и силу дам тебе свою с трудом удалось держать смех что-то со мной сделал меня запытали и служители шар а я смеялся над болью так смеялся что потом не смог остановиться есть ли недуг страшнее вечной радости таково мое благословление таковое мое проклятие да он упоротый до расследование посмотреть на бросить положить сумкам положить сына ты словно снова чувствуешь подступающий смех на через мгновение от него не остается и следа хорошо перекресток новый квест отлично единственная бы карлах конечно подлечил бы подлечил бы подлечил бы бедолашку попутно вешающийся блэс так приятно она возвращаемся в кузню но у нас хвостиком остался ой там еще что то есть вот сюда можно было пройти ведь там еще один труп пепел но самое главное наверное там уль 100 элементарь 6 элементарь давайте сначала кузни а потом я видимо вновь вернусь к этому элементарь но он шестого уровня вопрос возможно у него есть что-то ценное кроме конечно опыта так извлечение формы извлечение формы камера отливки сохраняемся форма отлично сюда встанет у нас есть несколько форм форма для булавы давайте начнем с нее смысле сейчас никак перетащить может на вставить успешно вставлено так рычаг кузни извлечение формы а тут только один рычаг смотрите справа находящийся о и что вот так вот делаются булавы что ли поставил форму нет кроме формы явно нужно нужно где-то что-то расплавить у меня есть дамантин только один кусочек я могу спуститься вниз внизу что то есть лавовый клапан ой а я же человек без инженерного образования поэтому будем разбираться лава внизу давайте попробуем для начала ну что он делает мы вставляем форму очевидно должны еще куда-то поместить металл который должен расплавиться и после этого прессом бах фигарим давай он одонс жалко что у меня три формы а кусков трука только один спуститься-то я нормально не могу лавовый клапан а если тебе сказать спуститься просто ты как ты сделаешь я понял радикально радикально крепко за застряла клапан 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 и вот сюда заливаться лава будет видимо через эти отверстия похоже давайте обижим нижний ярус я даже не знаю как повернуться назад кроме как через вейпоинт лава 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 о управление платформой где управление платформой а вон оно так только не зови меня так лучше хорошо допустим мы спустились что но из но из а может на тигель можно воздействовать а вставить предмет блин я записался где у нас там адамантин сталь еще кстати у нас есть этот адская сталь но мне кажется надо думать от адам нет он вообще дамантиновый не дамантиновый где-то кусок я набрал нет не так давно а мифрил скорее всего мифрил мифрильная руда мифрильную руда у shadow hard передаем карлах успешно вставлено ладно и у нас есть формы три штуки давайте выберем одну форма для булавы чешуйчатый доспех пластинчатую пластинчатые тяжелые у нас ничего нет чешуйчатый давайте попробуем у сокола эта формочка находится но лавовый клапан можно крутим о ее я не знаю что я делаю пошло поехал ой ой а это что за хмырь блин похоже на босса вообще о не трожь сокола не трожь ля здоровый ой все заливается ой хорошо я стою на этих штуках ой 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 восьмого уровня что карлах или живая что у него 24 сила защита грабящему оружию нет защиты нормальный кислоте устойчивость к огню грому устойчивость к силе высокая только не предлагайте мне shadow hard его бить это трындец ну то есть сокол не может колющего оружия два два ручья тоже с мечами можно молот попробовать передать устойчивость к молоту психическое к яду к лучам силовым атакам холодом адамантиновая кожа громадина полностью сделала из адамантина она тяжелая как дракон и почти так же непобедима лишь при высочайшей температуре металл можно несколько размягчить чтобы придать желаемую форму то есть возможно и он мы его в лаву как-то трендец конечно 450 хитов на три уровня выше чем мы может он получит уязвимость к мечам размягчить разгоряченный что значит разгоряченный а действие лавы стало мягче теперь его можно ранить определенным теперь это теперь его можно ранить x2 дробящий урон понятно если он в лаве стоит мы его дробящим булава чем есть булава нулевая а молот есть есть молот это дробящее оружие дробящее ну удачу нам нет умения ставим карлах но здесь тоже видим молот надо ставить ну трендец просто так ну чё сокол у нас до свидания наш ласковый мишка отправляется в сказочный лес он видит все а какие у него удары твой же налево вне очередная мститель ночное зрение у него лось клок с низкая он очень медленно будет перемещаться скорее всего да то есть надо пытаться держать дистанцию смотреть давайте соколом я попробую а сокол здесь вообще неудачно стоит конечно 450 прекрасно хорошо значит когда он стоит в лаве мы можем его бить соответственно вот на таких вот моментах сокол давай рывок убегая через лаву я понимаю что больно а что-то не прыгнул 31 урон о о о о о о о о массово лечением так а что я могу в принципе сделать а ты к типу урону вообще вообще никакому магическому лучи нет яд нет огонь нет электричество нет обнуляется но из он хоть и устойчив кислотей к яду но вот ими по крайней мере можно пробить сейчас более кислотная стрелка надо было раньше кида да я не смогу сейчас это сделать не вообще смогу а может быть мы пругу вызовем заморозим все к чертовой бабушке лаву вряд ли пурга заденет а ладно давай пока карлах попробуем хильнуть а не могу я так хильнуть да мне нужно подходить к ней но этот это забейте просто да 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 какая боль так соколик может быть все-таки ты что еще раз я теоретически стрелки с ядом могут зайти и да на самый главный ну как как даже 450 хитов снять блин у него дхз пока я просто взяли здоровье хряп нет лечение выпиваем карлах ну блин удачи нам смотрим насколько он далеко бегает пробужденный что значит пробужденный вообще ему плевать пол стой стой тяжеловкость 6 да нормально то есть мы его можем теоретически кайтиз теоретически кайтизе кольщи ладно соколик еще раз яд не я кислота кислотная стрела ты конечно крит на 8 блин точно точно никак ничего харизма 0 мудрость инты нет проверки на интеллект просто представьте дробящим оружием его бахать хорошо если мы просто в тупую поищем дробящее дро ведро ядро да мне страшно просто к нему подходить по 9 хитов стрелками я хреново с его пробил как там поют будем пытаться держать дистанцию миша можно поделиться в чате ссылки на интересные виде на ютубе части кажется будет интересно оценить класс экран классный и чата да можешь поделиться наверное да так что 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 мы здесь можем сделать лучше соответственно плевать ему хотя высокая степень защиты нормально проходит есть у нас проверка по почему у нас проверки есть давай попробуем вот эти вот растения поставить под него и вызвать наверное дробящее оружие да дурочный молот ну а дальше какой смысл я не хочу никуда лезть я должен карлах продолжать лечиться готовится так сказать к неизбежному луч страха утонул а сплошмя ну да карл их по сути должна плевать к соколу идет он так на урон у него такой типа мы можем что-то как-то пытаемся может мы зелье какой-нибудь бахнем точности например скорость вряд ли сна общение с животными падение невидимость не так уж и много у нас зелена выбор правда ведь давайте зелье дубовой кожи наверное выпиваем насколько у нас нет что ты делал он потратил потратил все просто 16 класс брони все потратил за карлах а почему до лавы исчезла интересно очень странно ничего сокол должен должен наступление делать пытаться сваливать а куда он свалит никуда он не свалит дальше то что что-то не меняются резисты лава не лава вообще плевать виктори эвейтс что у тебя по классу брони 17 ну чё подставляем тебе туманный шаг пытаемся ковырять 14 нормально нормально учитывая 450 китов промах доп действия по выносливости выносливость забей проверки все пройдет 14 но мы бьем обычным молотком призрачное оружие пока долетит и сейчас будет ага ага какая там вероятность была блин там модификатор силы там а и мне еще и зимы из грабящему из-за того что не тип тип защиты такой пока не забыл нужно убрать вот это амулет она бы пережила удар если бы у нее не было уязвимостям воскрешением у меня же есть свитки во воскрешении алё возрождение называется соколик а чё ты не хочешь ее возродить а ну такой вопрос вот есть свиток может потому что он у мертвы лежит она не может поделиться свитком давай у кого-то еще есть возрождение есть не могу соколом я это сделать не могу я соколом и да толк ослабляющий удар колюще все равно колюще психически пронзающий это в мили давай надо восстанавливать ее восстанавливать ее на заклинание шедухард не достаем не и и и и и и и и и как-то уже не хочется карлах подходить ближе да вообще не хочется давайте еще один ход попробуем подготовиться выпьем зелье лечение одно кислота колюще подставляем ему призрачное оружие одно стоять блин она достает шедухард еле еле выжила как бы сокол тут забейте у него у него опции нет он может стрелять ну а толку хрен попадешь а что за оценка угрозы а и он вот сейчас он полностью неизвим ко всему но здесь не совсем понятно я кажется заклинание ему убрал лаву полностью и соответственно он неуязвим уже и поэтому давайте кузню заре сделаем да жалко молотков нет может даже булаву передать этой надо сейчас амулет поменять подлечиться поменять предметы то есть я бы шедухард вообще не подходил поставил бы так убрал бы амуль дал бы дал бы молоток карлах подлечился бы карлах за годям да с теми же самыми бутылками они могут я думаю могут там тремя четырьмя атаками если мы будем там 15-20 наносить за один ход от каждого а а я же еще должен спуститься до вниз спуститься вниз по этой штуке пройти оттуда прыгнуть зелье можно легкого или как там зелье полета давайте соколиком зелье полета это что-то не это самое не летает сокол на она ладно подлечимся по-другому вставай соколик вставай вставай я уверен что вот эта штука меня бы раздавила если бы я остался там 22 хп полет нормальный ага что еще можно сделать как лучше подготовиться вот сокол тут блин вообще не бесполезный я не знаю что с ним что ему делать ну хорошо по крайней мере сейчас мы можем мы можем расставиться разместиться нет умения для надетого шлема ну чё карлок пошла опять вращать барабан а эта штука не поддается не понял как-то не поддается прошлый раз может несколько раз нужно попытаться давайте форму тогда сюда поставим блин у кого форма пластинчатый доспех может так будет поддаваться ну я еще прошлый раз сюда закидывал а как там не фрил у нас или адамантин и фрил так но восьмой уровень босс неуязвимые почти ко всему а это и сейчас работает давайте еще раз посмотрим на то как заходит он в кузню да 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 друзья не подсказывайте пожалуйста видите я получаю удовольствие от попыток возможно неизбежное предотвратить но тем не менее я понимаю что вы там играли или смотрели молодцы мне абсолютно плевать вообще на знания ваши текущие не мешайте пожалуйста страдать и и искать пусть и решение то я видел там уже пару синевиков там он не так проходит бесячих абсолютно кто вот спрашивал вообще кто спрашивал поэтому помощники за подсказки казнить лава разливается фок ес фок но он стоит в лаве возможно надо надо и вообще его здесь принимать на старте пытаться благодаря нашей высокой инициативе так разгоряченный разгоряченный это как раз то что он уязвим да стало мягче дробящему получил уязвимость да давайте знаете что я сделаю я попробую его прям прям встретить на старте прям вот бах чтобы у нас инициатива у нас первый ход у нас там блэс и два дробящих бам 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 накидываем сейчас ему все что только можем накинуть оценивать какое количество урона мы можем ему нанести так ребят давайте подходим дружненько дружненько так шадухард с не тем с не тем мечом не с тем мечом так инициатива минус один то есть мы всегда ходим первыми погнали до карлах не достаю раз два три четыре дробящее оружие вызываем давай сразу какое-то особое дробящее соколик сразу лилей получит ничего карлах бешенством начинаем работать шанс какие попасть по него 80 процентов давай вот сюда подходи в лаву не прыгай ах ты собака 80 так 25 за удар что за обновление угрозы не ясно не заканчивай пожалуйста ход три булавой дробящим три а я случайно я свое оружие бью чё ты не подошла то нормально лен на я понял ну конечно это будет очень больно чем до отступления делать чтобы не провоцировать неочередные от сокола по руку вообще никакого нет вызвал оружие и сам же сам же его так чем кидаться чем кидаться еще разок к чему ты вообще ну хоть как то дробящее понятно холод гром кислота 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 давай флакон с кислотой можешь кинуть можешь но не сейчас стрелками кислотными понял удачи нам ну оружие мажет и он и карлах ну удачи нам сплэш критом один хит так а на него будет действовать калечище какой-нибудь яростный бросок нет бешеный удар нет что-то я не вижу дополнительных ударов что по лучам лучше 55 0 а не важно вообще это абсолютно вызови еще один молоточек и с богом сокол ну тебя вообще как бы забей о крит 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 по кому это мы крит 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 сделали не ясно ядом испытание отравлен устанет давай так ну хрен знает ты конечно можешь его бить крит промах раз 22 2 лечение конечно 3 но это тебя не спасает карлах бьет ну мы у него 3 хп уже сняли раз два три ээ подожди а где молотом и карлах держись сейсмическая ярость о о еще двадцатка по спине землетрясение да что живем живем вообще изи босс изи босс так а стоп а где лава прошла хотя он все еще разгоряченный не погоди лава не прошла меня не обманешь ой где 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 вот они так аккуратненько только а можешь из инвиза стрельнуть давай хорошо надо бить правда я подставлю здесь чё карлах сто процентов а можешь сразу еще посевочку врубить сто процентов давай пятьдесят 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 восемь пассивку врубаем бешеный да и завый босс отступить все равно не могу вообще могу я могу выпрыгнуть отсюда карлах там под блессом под яростью она как раз может танковать в отличие от себя или прям заряжай в него заряжай заряжай бей пока бьется и уходи пока уходится так молоточек бьет что будем делать давай еще разок лучок он лежит он лежит он слабак на на массовое лечение вставай тряпка давай карлах попробуй пробить слабака бежит 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 атака по возможности на на 14 карлах держит удар карлах вставай 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 нормально все нормально раз безрассудочка два атака три атак он так хреново играет он не знает как это проходить пусечки там советчики изи просто кто тут батя убить им а дантину не использую кузнечный молот а можно было заманить его по центру и использовать кудечный кузнечный молот а кто тут батя а кто батя скажите мне такие вот и хотел бы я посмотреть в глаза эксперту который проходил на ютубчике через заманивание на или там на стриме на чем-то проходил через заманивание на кузнечный молот он не соображает изи просто эксперты там некоторые диванные на на так у него какой-то череп лем череп грима метка охотника тяжелая броня да если что если существо как свою добычу пометь существо как свою с добычу дробящий урон когда попадаете атакой оружием но тут множественные атаки нужны это явно не под сокола метку надо давать и это тяжелая бронька карлок вообще молодец она под бешенством дефалась она под блессом тоже с периодически и чё-то чё-то его еще у нее было по защите хорошее что-то ее спасало так давай во первых вернем оружием поменяем амуль не хочется ставить булаву ставим а уже поставили да и карлок берет свое основное оружие а именно а что у нее было вот он вроде у нее там что-то 616 какое-то нормальное было клинок правосудия вот он сейф изи а рычаг кузи наверно надо бахать да как нам форму эту залить или мы уже залили интересно я просто 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 ударяю это да о адамантиновый пластинчатый доспех выковать предмет в кузне перегрузочка сразу же давай смотрим что за доспех может быть я не токовал вообще это он вот он адамантиновый опять тяжелая броня может на шестом взять умение тяжелой брони вы получаете получаемый урон снижается на 2 когда по моему попадает атака ближнего боя нападающий шатается от отдачи 3 хода минус скрытность минус криты не она я думаю что надо карлах просто после лавэлапа на шестой если дадут нам навык или переучить ее просто очень крутой ну то есть он высокий класс брони это раз а весь получаемый урон снижается ближний бой нужен то есть это либо карлах либо собственно лаязель но карлах это ван лав вообще самый адекватный персонаж покажи пока что из нпс лазель дай лазель у нее тяжелая броня есть да у нее тяжелая есть она умеет ладно давайте пока ей дадим тем более она вообще мне без броники класс брони 19 здравствуйте будет жить дольше еще 19 класс брони представляете как по ней попаясь под бафами хорошими еще если карлах перекачать взять ее на втором третьем уровне в войне она просто уничтожает ну у меня адамантиновые руды нет я пропустил видимо где-то где-то до этого жилку одну одну нашел одну но я хочу скрафтить еще что-то это прям надо посмотреть что там до этого что где-то мы что оставляли и вернуться сюда тогда и шлем еда тяжелый шлем тоже можно и отдать тогда раз уж у нас тяжелая метка охотника метка охотника так давайте вытащим форму мы сюда скорее всего сейчас вернемся я попробую найти поехали наверх а и ты перегружен выринга и крив благо чаша дух арт перегружен а королах вообще все нет не все выкинуло чуть тяжелые выкинули так поднимаемся где-то здесь должна быть жилка я уверен то есть я видел одну знаю как она выглядит давайте пробежимся по предыдущему уровню посмотрим где мы могли а вот мы сюда не ходили возможно я ее не пропустил ну типа не не заметил а просто просто не дошел туда где лежит еще второй кусок а смотрим видимо надо наверх тут возвращаться давайте еще големчик здесь не убитый из него в теории может в теории может давайте с ним сначала разберемся он шестой но после восьмого босса я не думаю что это что-то такое прям что-то экстраординарное вот блин бедный сокол не тем я пошел хорошо хилки есть но и их жалко тоже блин может туманный шаг все-таки вернуть ему колечком прыжок почему он прыжок не может не может нет умения для надетого шлема давай пока пока так наверное сделаем еще пропало атак появился а он идет големерс видите лавовый элементаль но инициировать его хочу щенк нам подходит и и и че то сокол А я свой А давай Опа Вашего-то прыжка нет Нет умения для надетого шлема Да что вы несете? Какое умение надетого шлема? Привет, Мика Нет умения Нету, еще раз Нет умения для надетого шлема Я шлем какой-то снял, блин Ловкость экипирована, экипирована Шлем Сокол не умеет в среднюю броню А почему он прыжок не может использовать? Может он может снять шлемак? И тогда может прыгать Ааа То есть нам шлемак мешал прыгать Под защитой тени получает Всем испытания выносливости Понятно На, на Ха! Неудачник Что наша задача Посмотреть, что у него там По статам К... Ну, огонь Понятно К холоду Будем холодом Поддалбливать И простым оружием Бить Рывок Комцемир Комцемир Давай-давай-давай-давай-давай Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо уязвимоваться все равно по восьмерке будем долбить так метку будем ставить на него метка охотника и сколько она висит интересно просто бессрочно что ли ну и мой любимый блэс универсальный прям до жути так подходит подходит а создание лавы у него есть и чем надо было бонусный урон дать что врываемся я думаю врываемся погнали это троечка от дополнительного отметки охотника 2 давай доб действую еще 34 и по голове еще так эдс один хит оставил кому оставил карлах оставил карлах врывайся но уровень и три шестых уровня получили вдохновение в нем оникс самое главное мы сможем пройти вот вот сюда вот я бы хотел пройти там скелетерс какой-то сидит лежит и так далее так давайте наверно сокола туда пошли сейчас прыг прыг скок с пятки на носок и меня отсюда 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 соколик у тебя 9 ходов осталось чтобы нормально запрыгать и желательно вернуться обратно еще тут мы были я вижу видел этот островок еще прошлый раз алибарда мере горна какая-то за алибарда такая немножко золотишка немножко скелетерсов больше ничего али али барда сокол 5 ходов нормально успеем как он прыгает жук жук сокол птицы высокого полета что с алибардой али барда в таком количестве вещей по иконкам вот она алибарда алибарда режущим плюс 1 алибарда открывает а что по напористая атака разрыв ткани и прорубанием алибарда а у нее из основы и дополнительная дальность видите то есть ты можешь видимо видимо работать там через на какой-то дистанции так давайте посмотрим что у нас на апе у сокола шестой как-никак уровень плут здоровья навык 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 можно изменить ловкость рук атлетика убеждение внимание есть еще опция мультикласса взять ну то есть сокол сейчас продвинулся никак на шестом а подождите мы выбираем навыки да мы не меняем мы выбираем скрытность апнуть нельзя дрессировка проницательность история природы убеждения запугивание обман давайте ловкость рук он единственный вор у нас исполнение развлекайте зрителей держите аудиторию давайте так можно было мультикласс посмотреть ладно что у карлах на шестой war war 9 жизни особенность подкласса слепая ярость я разесылать вам взор заставление обращать внимание на внешние события находясь в бешенстве вы не поддаетесь попыткам вам выражить напугать а заклинание спокойствия больше него этого состоя из состояния ярости и мы можем чаще впадать в ярость за один промежуток до следующего долга долгого то есть не 3 а 4 вот мультикласса для меня вообще такая ну что я реально там воина продолжить качать там к через четыре уровня у нее там добавится 3-4 атаки дополнительно или 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 что там в этом но я не уверен вот хорошо мультикласс мультикласс что тебе теоретически может помочь воина просто лечение неплохо за бонусные действия но такое град ударов защита без брони ловкость выше сил урона так ловкость основная паладин возложение рук божественное чутье получить преимущество при бросках атаки против небожителей бестий и под класса можно вы вырвать выбрать монашеские приемы паладин для нее неплохо плюс мы специализацию выберем то есть она сама сможет лечиться против определенных получит бонусы и два под классом клятвы древних выступайте на стороне света и вы из вечной борьбе со тьмой чтобы хранить цены жизни красоту природы дом клятвы древних а там же клятвы будут следующий заповедь разжигая свет варя добро зажигая свет надежды даже в глубоких а защищая свет везде где есть любовь защищают с корнем злобе падежи ярко все выходе 0 находя удовольствие в песнях танцах маленьких радостях падежи свет собственном сердце клятвой верности окружить союзника аурой лучистый урон поражает ближнего бой возмездие ваши атаки оружием дополнительно носят и могут дезориентировать особенность борись со злом будь мудр будь бобром во всякой битве разве чай кто не прав изничтожая по губам а дезориентация то что у нас ответные действия и теряет бонус к ловкости класса брони можно свободнее бегать но мы получим дополнительный урон мы получим возможность дезориентировать помеха при испытании мудрости или все-таки придерживаться ну в нашей теме есть кому лечить на самом деле пока что два хода это а это бонусные действия тут надо еще надо еще к вставать блин что монах ци монашеские приемы не носите броню модификатор мудрости не получится бард кстати неплохо ну потому что оберег от оружием родной хотя действие требует а кто у нас пусть по основной силе кроме воина паладину нужна харизма с какого перепуга а мы можем еще воин стиль же выбрать точно получаете кб в надетом доспехе дуэль когда вы сражаетесь держать двуручное оружие не полуторное вы наносите оружием 2 урона вот понеслась понеслись бонусы когда вы выбрасываете 12 на кубике атака двуручном бывает перебрасывайте охрана есть есть если у вас и щит парное оружие короче надо брать двуручку воина и улыбаться получим хил получим дополнительный бонус берем двуручку нет к двуручку а держание двуручные не полуторное оружие ближнем бою а двуручки нам дают только защиту от низкого урона то есть когда у нас крит промах идет мы перебра или нет не промах а минимальный урон мы скорее всего не будем наносить двуручкой такое ладно погнали ой все короче и урон шанс попасть шанс попасть до шанс попасть и у нас остается лазель не качаная она примитивнейший воин с новой чертой мы взяли атлета для хорошего прыжка для 18 силы для единички бонуса от силы до четверки можно ей что у нас есть у нас есть возможность тоже ей двуручку прокачать мастер древкового где там двуручное оружие арбалетчик сорови голова актер статы патин мастер тяжелой брони получаем урон от и магических атак снижается на 3 и сила единичка ну она как раз единственный тяж у нас может быть взять и такое будет танковать и сила плюсами то давай я не уверен что она останется у нас в этими на удачей пока что так так теперь идем искать еще одну жилу для того чтобы сковать там либо еще один тяжелый доспех либо что-то было еще третий предмет на выбор а вот а вот и жила а вот она а вот жила 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 я иду к тебе жила опа выпрыгивают бесики откуда ни возьмись магматический мифит они вызывают взрываются но эти ну я встречал их разок о какой прожиг то о ё-моё чему врасплох нас врасплох застали да почему мы не ходим капец там куча просто критический промах нормально они кажется еще взрываться должны у них 15 хитов всего лишь надо вспоминать про сплэш надо вспоминать про сплэш надо вспоминать про то что сокола отсюда валить как-то надо свалить он не может давай-ка мы попробуем массового лечения как обычно нет что они умеют под угрозой посмертный взрыв до 2 12 еще урона тут вся вот это вот бригада у меня разваливается может я громовой волной скину тут я всех скину а нормально слушай ты просто прицелься громовой волной так чтобы твои не упали а те упали бах давай вот мы откинули по крайней мере там карлах я понимаю что так себе шно лечусь блин у шаду харту тоже в жопе извините пожалуйста за мой французский надо видимо с отступлением все начнет взрываться там карлах должна врываться мне видимо действительно придется здесь отступление юзнуть отойти от сплэша ну и кого-то хильнуть давай карлах чтобы блэс подействовал на нее пошло благословление к соку вопросы опять как он оказался в такой ситуации тоже отступление похоже а разбегаемся не толпимся может что-нибудь закинуть сюда спрятался сейчас двое ходят до карлах перебрасываем кубик промах так а чё карлах с оружием то и а где оружие то болен ты серьезно где оружие мое а вон он валяется клинок правосудия ладно ловлю бери-бери хватит нам на что-нибудь клинки кливинг атакой не а ты взяла но не взяла может хотя бы одного ты к ним ошеломляющим ударом давай лучше ярость тогда бешенство мне придется еще еще улыбаться ход по крайней мере сплэша такого нет да 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 и соколик тут начинает уже такой да я могу спрятаться не может стреляет сюда уровень взрывы а терпим нормально а пробивая не страшно на на о новые вылупляются и это как вообще двое новых появилось ну чё ребята как а как так вообще можно нарезаем раз два да не надо нормал ды а по кому-то бил щас я тоже думаю пока может убил то танкуем сегодня мы с тобой танкуем соколик соколь как же так а мочих ля как бодрит классно а еще двое где-то а а а а а а а а а наверно карла храбалет нормальный дать на мне вроде есть один минус минус а а а привет ролевали а а а а а а а есть шаду картом еле-еле Так, Shadow Hard, пожалуйста Все, все, все сюда, все сюда Блин, сейчас умрет Shadow Hard, алло Перевожу ее в походовый режим Потому что она, очевидно, не очень Она стоит и не Команды не выполняет А, может быть, не выполняла Потому что если бы она двинулась, она бы точно умерла Ладно, поднимаем Shadow Hard по уровню Она у нас, типа, саппорт Жрец Особенности класса Дополнительное заклинание третьего уровня И заряды проведения энергии Способность направлять энергию своего божества Изначально вам становятся доступны эффекты Сжигания нежити И эффект обусловлены вашим доменом Что-то я про это совсем забыл Чем я не пользовался Фальшивой смерти не пользовался Я бы массовый хил в основу взял Потому что он у меня сейчас в амулете стоит Но он в сочетании с кольцом дает всем блесс Это очень хорошо Проклятие не нравится Потому что там очень много опций И надо подходить вплотную к цели Она обычно не подходит Светоч надежды Союзники восстанавливают Максимально возможное при исцелении Получает преимущество при испытании Надо попробовать Светоч надежды и юзнуть Защит от энергии чисто элементальные Не использую Сните проклятие Опять коснуться Ну и есть резурект Разговор с мертвыми Заколдовал бы Сиял солнечность Тьму вокруг себя Я бы еще паралич взял гуманоида И еще есть место Может что-то из второй Из второго уровня Поставить А не из третьего Потому что у тебя Ячейк заклинания Третий Хоть и добавилось На их всего три Там ты кастуешь Призрачные стражи Там разок лечения И все Уже остается последний Спокойствие Выражение испугу Защита от яда Устачивать как всему Урону Бонус Защитные узы неплохо И вроде как это Не требуется Не требует концентрации Вообще Да Да Не требует концентрации Давайте точечный баф Попробуем взять Так лечимся Берем сейчас Еще одну Мифрильную жилу Разрубаем Возвращаемся к кузне Эликсир Эликсир устойчивости К огню И Шаритский список Перечень достойных Почитателей Завербованных Верным паладином Госпожей Кетериком Тормом Ниже страница За страницей Покрывают имена Часть из них Просто прозвище Часть витиеватые Титулы благородных Особ Все до одного Перечеркнуты И напротив Значится более Нет Ну что ж Бывает Интересно С этих Магматических Может быть Какой-то реагент Выпадает Да Масло воспламенения Можно сделать Ну и драгоценные Камни Лутаем Чертей Идем Делаем еще Один предмет Надо хорошенько Подумать Какой Тяжелую броню Может И реально Карлах Переучить Дать ей Навык По По тяжелой броне Я вот дополнительные Действия Не Чаще всего Не использую Потому что Во-первых У тебя бонусные Действия Уходят В первом Ходе На ярость Плюс На особый удар И тебе тоже Нужно Бонусные Действия Так А сейчас же Нужно вниз Спуститься Или я могу Отсюда Дай проверим Что у нас По форме Форма Для булавы Чешуйчатые Пластинчатые Чешуйчатые Мы сделали Я сохраню В любом случае Просто у меня По булаве Тебе вдруг Булава Пригодится У меня Булава Просто Shadow Hard Базовая Булава Это Оружие Одноручное Соответственно Карла Хилайзель Не очень Я бы Пластинчатый Доспех Посмотрел Ставим Формочку Раз Ставим Опять Нефрильную Руду Вытаскиваем 2 И жмякаем На рубильник Смотрим Что будет А пластинчатые Делали Не мы Чешуйчатые Делали Алё А пластинчатый Да Чешуйчатый Нужен А как Это Я думал Я чешуйчатый Делал Форма Для чешуйчатого Доспеха Чешуйчатый Должен быть Средним Средним Мне гораздо Важнее Гораздо Нужнее Норм Мне опять Нужно С ним Сражаться Что ли Или что Надо же Залить Ещё Это всё Дело Пошли Плавить Ну Вроде Должно Сработать А Он подливает Каждый раз Или нет Похоже Да Похоже Надо дождаться Когда уйдёт Вот в эти стоки Уйдёт Лава Да Да Эм Эм Эээ Так или мне нужна Лава А потом Этот Возможно На этот Рубильник Тоже Нажать Ещё Что-то Я не помню Соколик Пожалуйста Давай Не будешь Да куда Ты Вот он Кажется Так Да Адамантиновый Чешуйчатый Доспех А чешуенный Доспех Берём Соколом Смотрим Чешуйчатый Это Действительно Средний Класс Брони Весь Получаемый Снижается На 1 Когда Попадают Атаки Ближнего Боя Шатаются И поверх Ну Это Нужно Давать Карлах Видимо Потому что Она как раз У нас По средней Броне Потому что Она Вблизи Бла 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 Есть же Лёгкий Арбалет Пока Не забыл Можно Лёгкий Арбалет Передать Спасибо И Смотрим Чешуйчатый Класс Брони 17 Плюс Сокращение Урона Плюс Шатание Шатается Что значит Шатается Приходит С тебя Получив Сильный Удар Или Ударив По Прочному Металлу Минус Ко всем Броскам Атаки То есть Мы Дебаф Им Получается Врагов Таким Образом Может Булову Посмотреть Булову Не будем Точно Смотреть Амбар Нет Еще раз Объясню У нас Булава Наружие Но только Шаду Хард Шаду Хард Не наносит Нормального Урона Поэтому Булава У нас Идет Лесом Так Поднимаемся Но кузню Нашли Два Предмета Сделали Подозреваю Что есть Еще Надо Формочку Взять Давайте Отдохнем Восстанавливаемся Отдыхаем Столько Классных Сражений Было Спим У костерка Нормально Для того Чтобы посмотреть Булаву Надо Записаться Загрузиться Точнее Поставить Все Съездить Рычаг Один Рычаг Второй Потом Убедиться Что она Тебе Не нужна И повторить Создание Доспеха Снова Осознав Что Булава Не нужна Так Теперь Я бы Пошел Стоп А Это вообще Все Опционалка Была Да То есть Проход Через Подземелье И в другой Стороне Тут Мы вроде Лутали Добраться Назад Проще Через Вейпоинт Потому что Отсюда Не всякие Добежит То есть Мы в Подземелье Гримфордж Здесь Мы проверим Тоже Наверх Сходить Давайте Посмотрим Не Не Сюда Повыше Но Ребята Серьезные Шестой Получили Арморы Обновили А Подождите Я же Еще Могу И летит Ского Паразит Сожрать Паразит И И Ли Нет Я же достал Из одного Из боссов Еще одну Склянку С паразитом Или мы Просто можем Открыть Вот так Да Войны Нет Войны Лошадки Но Дополнительно Но Вы Каждый Раз Каждый Ход Получаете Урон Это Кстати Неплохо Потому что Сокол Соколу Он не Очень Рискует Сконцентрироваться На другом Заклинание Цель Была Сконцентрирование Раз Заход Совершая Бросок Атаки На 1 Уменьшаете Соответствующие Характеристику Цель Снижается Характеристика Которую Вы Использовали Для Броска То есть Минус Ловкость Минус Ловкость Минус Ловкость Минус За каждый Промо Хорошо Добавляем Защиту Добавляем Урон Я не знал Что у меня Оказывается Не два Паразита Там Все У меня было Два Паразита Все это Время Сейчас А третьего Получил И Оооо Мы этот Завал Могли бы Расчистить Будь у нас Соответствующий Порох Блин А я потратил Весь порох В прошлый раз У меня же нет пороха Да Есть одна Сколько бомб А У нас есть бомба Может быть Она справится Да Вообще Изи Оп Так Ну я видел Что здесь проход Как бы есть Не исследованный Кошелек Адамантиновый Шлаг Кусочек Адамантина Металла Который в давние Время используют Для отковки Легендарного оружия Но этот фрагмент Слишком мал Чтобы пригодиться Ну может мы Просто если Три формы Понимаете Если три формы То значит И три Жилки Скорее всего Есть Ну логично Ой Куда это мы пришли Где это я Это место не выглядит Каким-то Ладно Это не тупик Ну оно Красиво выглядит Может вообще туда Можно добраться С прыжками По бокам В плавь Сюда можно добраться Как минимум Мне кажется Вот в обход Ваза Можно проверять Чтобы золотишко Получать Но Такое Лутание всего Абсолютно Мне не очень нравится О Это похоже на Сверночного зрения Там как будто Был мост Что-то не так Чистая тень Вокруг меня Внутри меня Я могу перепрыгнуть Здесь Вообще без проблем Но перед тем Как двигаться Я бы осмотрелся А Это возврат В самое начало Только мы Сможем пройти По второму ярусу Хорошо Соколик Давай Ай-яй-яй-яй Я хотел дальше Внимательней Чтоб ты Шел аккуратно Хотела я сказать Или все-таки Лейзель Отправить У нее прыжок Без Без лимита Большой Это сокол Может Да брось Нормально Всегда можно забраться Со второго яруса То есть Не прыгнуть А обойти И всех сюда довезти Но довезти Зачем Следы ног Тут кто-то прошел Смерть Не, ну Во-первых Проход не перекрыт Теория Выпив Определенное зелье Или с того заклинания Мы Сможем Добраться И сюда И раз здесь Казалось бы Тупик Но там даже Наводишь Курсор Ни черта нет То есть Как и выбираться Оттуда буду потом Да Допрыгнуть Она может Блин Сложно сказать Это конец Карты Или нет Во-первых Что Как это зелье Называется Я его ни разу Не использовал Зелье Плавное падение Три штуки Лазер Сейф Используем Зелье Да какая смерть Слышишь Плавное падение Замедляет падение Даруя невосприимчивость Куруна от падения Алло Видимо это конец Конец уровня Ну типа Давайте я сделаю Плавно падаем И умер И умираем Там Ну типа За пределами Экрана Видимо за пределами Мира Странно что мне Следы Следы Куда вели следы Куда вели следы Есть предположение Что сюда же Мы попадаем Чуть ли не в самом начале Этого уровня Через данную лестницу И мы типа Заходим сюда Говорим Нам говорят следы И вот мы Туда выходим Ну а смысл Это же не скрытая Какая-то локация О Вот здесь я не был еще Сто процентов Не был Надо как-то Пати Собрать Стрела-молния Ледяная стрела Я говорю Стрела-молния Ледяная стрела Где она? Закрытая дверь Пара жаровень Вскрыть можно Но для этого Нужен сокол Давайте попробуем Сюда Пати Как-то Привезти Или застряли Там А я сюда Вообще могу Снизу Снизу Как-то Забраться А то Нижний ярус Я вижу Прекрасно А вот Ладно Разбиваем Тогда Пати Пока На разведку Продолжает идти Лаезель Это мы К жаровне Идем Похоже Знакомые Знакомые трупы Есть злоченый Синдук Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Сундук можно отправить Но он открыт, на самом деле, нам не нужно Да, немножко А, вот мы отсюда могли спокойно сюда забраться Ну а дальше проход уже в сторону кузня Два рычага каких-то О, форма для скемитара Четвертая форма есть Скемитар А скемитар это у нас одноручный меч, да? Ух ты Ух ты А-а-а Мы тогда смогли бы Не вот сюда вот прыгать и через вейпоинты ходить А могли бы через вот эти вот Лезь, ну, мостик навесной Забраться в кузню Но это Это понятно Привет, Джиггернаут Давай второй тогда Рычажочек Ты к ним И Кажется, еще на эту штуку можно воздействовать Но опять же А даже если я тут разберусь и бла-бла-бла Сойду Зайду Я по сути В кузню вернусь Это Это понятно А вот что-то непонятно Может забить и пойти по основному квесту В подземелье Да, давайте Типа Телепорт сюда Раз Дальше второй группы берем Группируемся так Сюда Два Ну и Ну Просто Судя по контуру Видите Здесь Скорее всего скалы Тупик, тупик, тупик В кузне мы были Тупик, тупик, тупик Здесь мы зашли Исследовали Тут похоже тупик Вот с натяжкой Может быть где-то здесь Вот здесь может быть Какой-то проход Хрен его знает Вот скорее всего здесь есть проход Раз Два Три Сюда И тут тоже Тут явно что-то Хотя не факт Это могут быть Это может быть Те же самые скалы Могут быть Те же самые скалы Хорошо Давай для начала Ту дверь Которую сокол Может открыть Он попытается Открыть Для этого нам надо Стоп А как туда попасть Как-то наверх Забраться-то Неужели придется Оббегать А вот Подъемник же есть Меня в прошлый раз Сюда не пускали Потому что здесь стояли Упыри Работорговцы И они такие Не-не-не Оказывается Можно просто подняться А Нет Это по основному Квеста движения Это проход через подземелье Не-не-не-не-не-не Нам нужен второй ярус Нам нужно забраться Нам нужно Открыть верхнюю дверь Так что Давай-ка Не поленись Обойди Заберись Перепрыгнем Надеюсь я вспомню Как шел В прошлый раз Там типа Лестница Лестница По краешку По краешку Уже заблудился Да Вроде сюда Мы Да Сюда Взрывали Обходили Заходили Поднимались Потом Доходили Вдоль Потом А Не подгрузилось Просто Пол просто Не подгрузился Ну как хорошо Мы этого босса Ушатали А Дробящее оружие Молотки Прием А может мы отсюда Прыгнем О Еще Там Одна Ой Там Сколько Чертежей Оказывается Еще Одна Формочка Ой Ловушки Бежим 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 Не отвлекаемся Нормальимся Да не переживайте Все В порядке Мы Огня Не боимся Ай Ай А Вот видите Здесь Еще Валяется Валялось Вон Формочка Впереди Прыгаем А там Бац Сейчас будет И двуручное Оружие Да Длинный Меч Да Ну Это В кузне Возврат Ладно Посмотрим Вдруг Еще Найдем Сокол Перепрыгнуть Может Через Туманный Шаг Пробует Вскрыть Эту Дверь Ну Если честно Я надеюсь Что они Еще Одну Жилку Спрятали Где-то Место Очень Стремное Похоже Будет Заварушка Не хочу Седая Идти вдвоем А каким Макаром Я допрыгну Эта штука Видимо Надо Переставлять Отлично А Блин Игра Нам Нужна Лайзель Со Своим Хорошим Прыжком Чтоб Она Смогла Крутить Рубильники При Этом Потому Что Карлах Не Запрыгивает Все Благодаря Этой Штуке Мы И Карлок Проходим И Шадоу Хар Тоже Проходим Ну Иначе Не допрыгивали Надо было Поискать Какой-то Обходной Путь Рубильника Можно Стрелять Зачем Здрасте Ты чего Это Не читаешь Если Там Стримишь Для записи В первую Чуть Потому Что Гуд Гейм Для Нас Это Самый Самый Любимый Самый Дорогой Сайт Мы Над ним Работаем Много Мы Всячески Стараемся Обратить Внимание Особенно Товарищи Которые На ютубе Сидят Что Есть Чатик Есть Стриминговая Платформа Из Которые Которые Наши Пацаны Делают Наши Пацаны Допустится Тень Там Где Раньше Был Свет В тишину Погрузятся Слова Тьма Окутает Сердце На тысячи Лет Госпожа Предъявляет Права Посмотри Наступает Священный Шар Что От вечной Ау Родилась Первозданного Мрака Магический Дар Темной Ночью Бескрайняя Власть Каменная Кровать Но это Очень Странное Место Зачем Такие Сложности Здесь Что-то Должно Быть Еще Вот Она Форма Для Щита Да Тут Формочек Уже Шесть Штук Мы Нашли Ну Щит У меня Не Не Основной То есть Два Доспеха Это Прям То Что Нужно Было Сделать На самом деле Вот Но Мифилов Тебе Не Хватает Вот На ГГ Во-первых Картинка Лучше Качественная Чем На Ютубе Потому Что Если Вы Исходный Поток Ставите То Мы Перекодируем Его И Соответственно То Что Отправляет Стример Ты Отображается Из Картинка Плавненькая Опа И тут Кто Кто Это Адский Кабан Четыре Адских Кабана Еще Без Проблем Я Тоже Тут Еще Адский Кабан Хоть Перекрыт Она Стреляем Как Можем Хоть Перекрыт Не Можем Стрельнуть Сокол Отыграл Свой Ход Адский Кабан Рвется Вперед Он Не Знает Что Его Ждет И Тут Какой-то За Комнатка Такая Интересная Сундук Кровь Адский Кабан Подвис Давай Родной Не Это Самый Не Тупи Миригон Солдат А Хрен Тебя Пят Уровник Кстати Хрена Себе Солдат Это Я Не Приметил Все И Где Теперь Мой Блэс Крит Промах Надо Ага Слабо Как оно Врывается Надо Ну что Кабаны Давайте Там Контратака Еще Есть На На Просто Ушатываем Уш Ушатываем Бах Кто Следующий Не то А можно И так Бедный Шадухард Я Уже Смотрите Делаю Делаю Блэс Отступаю Назад И все Рано Она Получает Люлей Альбарда Моригона И масочка Из адского Металла Одна Зарубка На Внутренней Поверхности Означает Ранг Рядового Сама Же Внутренность Испещрена С рядами Зубов На Лицевой Стороне Видны Невинная Улыбка И глаза Как будто Ищущие Себе Подобных Из Гармон Говорит Гагинить Засмотреть PS5 Нет Возможность Перематывать Просматривать Записи Это да Это есть Такое Я думаю Что на Плейстейшн Через браузер Можно Так А маска То Не Простаем Проверку Сокол Не Прошел По Масочке Давайте Кому Нить Еще Shadow Heart Например Выдадим Можешь Ее Осмотреть А Просто Экипируем Бурое Желе Слизь Бурого Желе Мне кабана Не дают Не дают Лутать Типа Красненькая Эликсир Устойчивости Маска Из адского Металла Другая Что Это Еще Одна Маска Тяжелая Не понимаю Как она Должна Крепиться И тут Возможно Кстати Нам нужны Эти масочки На кого-то О Огнестрел Какой-то Арбалет Новый Необычный Колющий Урон Наносят Горящим Целем Дополнительно 1-4 Колющего Горящим Целем Горящим Целем Но это Естественно Хотя Это Одноручный Кажется Да Арбалет Да Одноручный Арбалет Стрела Убийства Конструкций Двойной Урон Конструкции Гремящий Гром Блин Вот у меня У меня Нет Нормального Зажига Надо Либо Кидать Соответственно Зажигающие Штуки Чтобы Там Та же Самая Ну Чтобы Сокол Получал Урон Огонь Можно Получить Почти Везде Многие Люди Просто Горят Если Не Горят То Можно Поджечь Обычными Силею Закинуть Там Масло И так Далее Эти Масочки Явно Тоже Квестик Ржавый Ключ Не Заметил И Старое Письмо Старое Письмо Здесь Лежало Алло Ты Издеваешься Как Ты Заметил Офигеть Сибила Мои Разведчики Принесли Тревожные Тревожные Известия Что Лунная Гавань Еще Стоит Не Забыла Ли Ты Три Закона Нет Вернулась Ли Ты От Госпожи Нашишар Сегодня Вечером Ты Будешь Молить Ее О Пощаде Завтра Я Ставлюсь Из Лунных Башен В Гримфордж Через Десять Дней Я Сама Поведу Темных Юстициаров В Лунную Гавань В Ту же Ночь К тому Моменту Как Зажжется Первая Звезда Силуниты Будут Повержены Союзники Обращены В Бегство Повтори Молитву Трижды В Ночи Сибила Первый Раз Наступление Ночи Второй Раз Когда Луна Будет Зенит Третий Раз Перед Рассветом Я Напомню Тебе Слова Если Ты Их Позабыла Владычица Шар Я Славила Имя Твое Господин Торм Я Несу Слово Твое Я Слуга Ваша Навеки Вечная Докажи Своё Рвение Шар Возможно Не Отвратится От Тебя Ты Прах Безвестный Кетерик Торм У меня Уже Начинают Какие-то Посещать Из серии А может Быть Надо Эти Маски Надеть Тем Еси Царам Трупы Которых Мы Нашли По Это Самое По Дороге Ну Такие-то Вообще Уже Дикие Дикие Вещи Из серии Элой Нуар Надеваем Шлемак Но Тут Эти Две Маски Две Маски Они Же Не Просто Так Маска Из Адского Металла Маска Темного Еси Цара Из Металла Нас Интересует Адского Металла Внутри Две Полосы Ранг Офицера Ранг Рядового Как будто Ищущим Себе Подобных Ладно Взяли Уже Хорошо Есть Еще Гимны Какие Читаем Да Это Было В самом Начале Дверь Открыли Спускаемся Смотрим Что по Письмам Рядышком Вдруг Еще Какие Масочки Будут Или Что Что Можно Изучить Скелетерс Раз Скелетерс Два О А вот И ключ Орфистки С трупа Взят И Недоставленное Письмо Сударь Мой Кэтарик Пытками Мне Наконец Удалось Заставить Пленную Орфистку Поделиться С нами Какой Полезной Информацией А именно Местоположением Ее Тайника Он Находится На Каменном Утесе Я Проверила Но Оказалось Что Находящийся Там Сундук Заминирован Попытка Вскрыть Его Может Обернуться Полным Уничтожением Содержимого Шпионка Отказывается Сообщить Нам Как Обезвредить Ловушку И Сколько Мы Не Бичевали Лишь Сплошность Уверяю Мне кажется Это Вообще Те Три Сундука Которые Мы Потом С Ловушкой Встретили Он Как Раз Был Закрыт Ловушками И Там Эти Лук Сплэнда Сплэнда А может Нет Мне К сожалению Тоже И Кость Ладно Ну Что А Вот Тайник Орфистки Вот Нас Куда Послали Ну Это Он И Есть Помните Мы Выходили Красивый Вид Спускались Вниз И Тут Как раз Был Такой Тупиковый Закуток А может Быть Я не Вскрыл Там Был Маленький Сундучок Я тыкал На него Появлялся Большой Там Мимики Были Да Я Помню Помню Надо Сходить Надо Сходить Перепроверить Ну Это По сути Перед тем Как уйти Отсюда Да Окончательно После Схватки С боссом После Крафта Двух Предметов После Зачистки Освобождения Этих Гномов Что у нас Тут еще Осталось Я даже Не заглядывал Отправиться Пойти Подземелье Это понятно Исследовать Паразиты Это слишком Рискованно Врата Подземелье Ой Я что-то Подземелье С грибняком Еще Не поговорил Надо Вернуться Ё-моё Кадмантиновая Кузня Если найдем Руду Можем сделать Что-то Еще Ну Ладно Просто не хочется Застревать Надолго То есть Хочется Какой-то Динамики И при этом Я понимаю Что здесь Еще материала На повторное Прохождение Весьма Весьма Много Вот по этой Лестнице Мы спустимся Проверим Сундук Но кажется Я его Разминировал Соколом Там Мы Посражались С тремя-четырьмя Мимиками Сундуками На маленький Сундук Тыкнули Появился Вот это Тайник Аферистский Да Я его Лутал Я его Просто Вскрыл Ага Тайник Ну все Вот он Тайник Все Полутана Михаил Тут был просто маленький сундучок Который перевел К тому что большой появился Ну что давайте Идем тогда В подземелье Проходим дальше Мне кажется Здесь есть Как минимум Третий Третья жила Адамантиновая Здесь можно было пройти Ладно Вам на самостоятельное изучение Друзья А я пошел по К лунным башням Через Через этот Что у нас тут Переходим Сюда можно было Вообще Чуть ли не сразу Когда ты зашел В эту локацию А я грибника Не сдал Слушайте Может быть Там Мне кто-то говорил Что я еще С главным грибом Не поговорил Мне кажется Там еще босс Какой-то плыл В прошлой Поза прошлой локации До того как мы Уплыли оттуда О Пройти первый акт игры А это первый акт Попасть еще в более мрачное Это первый акт А сколько всего актов Для первых И это было в раннем доступе Все Это было все в раннем доступе То есть столько контента Мы приносим свою боль Госпоже утра А к нему можно Протоваться Свободно Хорошо Сложность невысокая Выкидываем Два больших взяли Лечения Сразу Скидываю Карлах Разговор с животными Табличка Дартина те Что благословен Добрал нам Свою милость Give us her mercy Так А Сокол перегруженный Думаю что он так не торопится Перегрузка Теперь у Лайзель Можно увидеть у кого У Карлах нет Насколько таблички Весит Десятку Надо видимо Выбрасывать Вот эти вот таблички Форма для щита Но стоят они мало Весят много Какой смысл Мы уже все выковали Теперь здесь какой-то товарищ Стоит Усталый путешественник Добрый день Мил человек Ооо Какой-то маг Прям 124 хита Первого уровня Не верю Не верю Ооо Привет тебе путник Stay while And listen Прояви Снисходительность К старику Могу я Осведомиться Нет ли случайно В числе этого Спутника Человека Ооо Гейл тут Нужен Потому что Явно тут Продолжается История Гейла Да Вообще-то Есть он в лагере Отдыхает Ах Всегда умел Хорошо устроиться А сильно ли тебя Затрудиться проводить Меня в небольшом Путешествии Которое намерен Совершить Дабы достичь Вышеупомянутого Лагеря Конечно Пойдем Удовольствие Будет взаимным Прошу Указывай путь Ооо Они даже заморачиваются Вот лагерь В каждой локации Отрисован Гейл у нас Оставлен в лагере Действительно маг Временным Ааа Вот ты где Надеюсь Ты не в обиде На то что я Освоился тут Среди ваших Наиболее аппетитных Припасов Нужно признать Я изрядно насытился До чего Восхитительный Вкус Был у этого Ломтика Эль-Турийского Сыра Ты же понимаешь Что не годится Вести разговоры На пустой желудок Услов не будет Того веса Каким Они должны Обладать Сколько Всего Надо переварить В конце концов Или Иначе выражаясь Перемолоть В голове Слова Нафаршированные Смыслом Должны Потомиться Дабы Значивать Их Насытило Разум Ты Со мной Согласен Элминстер Ну да Конечно Видишь ли Я Такое Дело Гейл Мой мальчик Я нашел Тебя Чтобы обсудить Один весьма Насущный Вопрос Я позволю Себе Говорить Прямо Без Привычных Несловесных Изысков Я здесь По воле Минст Нет Бывшая Послание И поручение С которым Я пришел Исходят От нее Ой-ой-ой-ой-ой Мистер Наша Бывшая Она Она Божество Да Гейл С ней Мутил Маг Вообще Выглядит Как 10 Плюс Просто По Этим Если Вы Встречаете Дедушку Мага У которого 124 Хита 124 Хита Он Вообще Непростой Это Вот Уровень Пендальфа Серого А то И может Быть И белого Даже Правда В роли Божественного Посланца Что За Послание Что За Поручение Долгожданный Вопрос А Теперь Прошу тебя Эльмистер Дай на него Долгожданный Ответ Ты Сам Знаешь В чем Был Неправ Гейл Да Мне Зачем Обсуждать Это Здесь И Сейчас Тем Не Нем Не Не Нем Мистер Готова Простить Она Готова Подумать О том Что Можно Считать Прощением Мистер 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 Знает О Неприятностях Выпавших На Ваши Доли Она Знает О Вашей Борьбе С Абсолют Этим Коварнейшим Злом Мистер 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 Если Сами Боги Знают Что Происходит Почему Мы Вынуждены Воевать В одиночку Они Весьма Избирательно Подходят К Выбору Своих Инструментов И Порой Те Капли Коими Мы Являемся Не Осознают Какую Волну Они На Самом Деле Поднимают Вейвс Такой Колоритный Где Это Вообще Не Недооценивай Себя И тем Самым Не Недооценивай Своего Противника Знаешь Что Абсолют Куда Опаснее Чем Все Что Ты Можешь Вообразить Это Зло Угрожает Всему Человечеству И даже Бессмертным Оно Угрожает Богам Плетению Самой Каней Мироздания Мироздания И Потому Я явился Сюда С поручением Гейл Ты Должен Уничтожить Это Зло Мистра Убеждена Что тут Не справится Никто Кроме Тебя Он Он В лагере Сидит Бухает Кроме Гейла Почему Сфера Сфера Совершенно верно Мистра Дала мне силу Остановить Время Сфера Больше не будет Стремиться Подчинить Тебя Себе Зато В нужный Момент Ты сможешь Высвободить Всю ее Смертоносную Мощь Интересно Это может Нам помочь Или помешать Посмотрим Ты Должен Отыскать Сердце Абсолюта Чем бы Оно Не оказалось И Использовать Себя Как катализатор Который Выжжет Его Дотла Ну Все понятно Мы избавимся Разума От Абсолюта От Гейла Двоенная Победа Не Подожди Ты приказываешь Ему убить себя Он не приказывает А вот Мистра Похоже Да Без Всякой Радости Я Говорю С тобой Об этом Друг мой Но Такова Воля Мистра Ты Должен Принести Себя В жертву Чтобы Уничтожить Абсолют Это Достанет Твоим Искуплением Таково Слово Мистра Итак Я Передал Печальное Послание С которым Был к тебе Направлен И Осталось Лишь Заклинание Мэй Мэй Мистра Мистра Италион Рас Анна Готово И поручение И заклинание Отныне В твоих руках Тебе Тебе же Я поручаю Заботу О самом О самом Геле Надеюсь Ты сможешь Беречь его В этом Невозможнейшем Путешествии Вообще Графон Классный Персонажи Ну Это просто Классика Знаете Дед Мое Уважение Впереди Еще долгий Путь Мы найдем Другой способ Или Другую Иную Судьбу Подобно Тому Как Луны Взывают Вызывают Набухание И убывание Морских Вод Так И Порожденные Небесами Боги Предполагают Приливные Течения Смертных Дней И Все же Мысль Сия Рождена Была в часы Одиночества Каково Каковы бы ни были Приливы Отливы Или все Все за пределами Нашего владычества Будь Луной Сам для себя Будь Муном Даже Волны Рока Могут Разбиваться Об утесы В воле Прощай Мой друг Я очень надеюсь Прощай Элминстер Я рад Что она Прислала Тебе Так Ачивку Стабилизировать Нейтрейскую Сферу В груди Ну У меня Действительно Два Двуруча Лаезель Не вписывается В тему Гейл Вроде как Получил Шестое Там Возможно Новое Заклинание Но это Не точно Но Видите У меня Тяжа Нет Кроме Лаезеля Она Как бы С кипариком Шлем Череп И с адамантиновым Пластинчатым Доспехом Просто Начинает Уже Показывать Ху И с ху Врываться Ей там Колец Добавить Каких-нибудь Дополнительных Волшебное Кольцо Все Экипировано Все Ну она Вы разоплотнили 19 класс Брони Там 4-5 Атак Заход Что вы хотите Ладно Пока Гейла Оставим Соколик Заменяй Сломанный Лунный Фонарь Второй Кстати Впереди Давайте Перед тем Как Двинуться Дальше Посмотрим Еще Экспедиционный Ключ Абсолютистов Экспедиционный Ключ Такие Локации Уходящие Вниз Видите Он Очень Красиво Убежали Ребят Убежали Уаааа Сломанный Лунный Фонарь Странно Что Она Не стала Фанатичка Абсолют Так У меня Приказы Мне было Дано Наивознейшее Поручение Зачистить Вход В Гримфордж В Гримфордж Для будущих Экспедиций Как только Это будет Выполнено Сюда Пребудет Но Верные Нейры Ну мы с ним Уже Разобрались Продвигаясь Ко входу Я не могу Сдержать Возбуждение Что же мы Найдем там Нечто Созданное Кетериком Кетериком Оно Не запертое Проклятием Гримфордж Может хранить Несметные Сокровища Что Будут Полезный Абсолют Я продолжу Разведывать Местность И записывать Все что Обнаружу В данный Момент Вход Перегорожен Лозой И обломками Проклятыми Судя по всему Зрючатка должна Расчистить проход Хоть я и не обладаю Достаточно Компетенцией В этом вопросе Заложил Зрючатку Так аккуратно Как мог Но не могу Не отметить Что немного Даже боюсь Подрывать Никто не знает Какой силой Обладает Проклятая лоза Да Рванули Светок Увидание Урон Конечно Ё-моё Давайте Это все Отправим Наверное В стэш Лучше На будущие Вещи Светки тоже Надо И позаписывать Заклинания Мне гейл Мне очень нравится Потому что он Требует Много Внимания Ооо Тут еще На движке Игры Синематичек Ёлышки Матрешки Сокол Красава Карла Говорит Держись рядом Если хочешь Согреться В этом Ужасном Месте Я знаю Как темно Бывает В диких Местах Но Такую тьму Вижу Впервые Это единственный Путь К лунным башне Ничего Прорвемся Блин Нам предстоит Вообще Неблизкий Путь Лунная Башня Здесь Тут Шоткат Есть Какое-то Давайте До первого Сражения Иногда Даже Камеру Не хочется Отделять Так Так А что Это Так А что А что Я могу Позапрыгивать Как-то Это Граница Могу ли я За них Заходить Могу ли я По этим Штукам Стрелять Просто Меня Предупреждали Как только Я захожу Сюда Начинаю Действовать Проклятие И Возможно Назад Дороги Не будет Уже Думаю Может быть Прыг Скок С пятки Нет Вряд ли Ладно Ступаем Темное Проклятие Темное Проклятие Опасная Угроза Которая Таится Во Сме И Пожирает Всех До Кого Доберется Окружите Себя Светом Светом Чтобы Избежать Смертоностных Эффектов И тут Я вспомнил Что Мы Повышая Уровень Шэду Хард Найти Защита Темного Проклятия Уходим Просто Могу ли я Так же Как с магом Ей перекинуть Сейчас Заклинание Там что-то Было С окружением Светом Светочной Одежды Нет Это Восстановление Живая Печать Нет Но это Было В районе Третьего Дневной Свет Вот Она Невозможно Подготовить Больше Заклинаний Уберем Тогда Так Наверное Ставим Дневной Свет Сколько Он будет Работать А До Долгого Отдыха Ха Призвать Сферку Заколдовать Предмет Чтобы Он Восеял Как Солнце Призвать Сферу Предмет Будет Сокол Ваа И это Анлим Ваа Концентрация Требуется На Поддержание Нет Кващи Изи Ребята Держитесь Держитесь За мной Просто Рядышком Будьте Все Не Отходите Далеко Я чувствую Здесь силу теней Но кажется Они Мне вреда Не А И Шедухард Темное проклятие Оно похоже Не действует на меня Как на остальных Не так сильно Во всяком случае Смешная у нее маска Это может означать Лишь одно Она защищает Меня Она мне Благоволит Дочь тьмы Это персональный квест А ты даже не знаешь Что это значит Не так ли Что ж Полагаю Пришло время Поговорить На чистоту Только масочку Смени Я служу Шар Темный госпоже Владычица Ночь Я подозревал Хотя Странно Что до сих пор Этого не понял Но как бы Да И это означает Что на мне ее Благословление Владычица Шар Защищает Меня Там где Всем прочим Приходится Ощутить ее Гнев Она любит Меня Фанатичка Я уверена Понятно Шибанутая В отряде Так Он у нас Даже Ну Я не знаю Тут столько Всяких мелочей Продумано Они реально То есть Надеваешь доспех Надеваешь предмет Сражался в крови Все влияет на персонажа Скастовал заклинание Солнечный свет Вот он ослепляет Странным Кстати образом Ослепляет Видимо Светится сокол Отражается от доспеха И слепится Слепит нас доспех Как-то так И накладывает На контрасте Тень на сокола Потому что Ну это как бы Просто Баланс белого Тут Ну в смысле Пересвечивает нас Детализация поражает Игры Так А как же я Не слишком-то все уверена Что это означает Владычица Шар Не одарила бы Меня таким благословением Просто так Значит она чего-то Хочет от меня Эти знаки Что мы нашли Насчет темных Естесаров Возможно Это не случайность В любом случае Где-то здесь Может быть Святилище Владычицы Шар Или даже храм Извини Я не могу тебе Серьезно воспринимать С такой маской Но Давайте С этого места Я думаю Мы с вами продолжим Продолжение Возможно Будет завтра Завтра мне Надо будет Съездить Днем Из Рязани В Москву И зависит от того Как там обратные билеты Во сколько я вернусь Если как в прошлый раз То где-то в районе Восьми-девяти Часов вечера Может быть Может быть Раньше Удастся ливнуть Посмотрим В любом случае Чтобы не пропустить Начало Следующие Там завтрашние Или может быть Послезавтрашние Трансляции Помните Что на goodgame.ru Отличном синим сайте На котором мы долго работаем И кстати Завтра тоже Поездка с ним связана Вы можете Абсолютно спокойно Бесплатно Смотреть С трансляцией Подписываться Общаться в чате Все Все замечательно Вот Пишите Звоните Майкерсобак Goodgame.ru Благодарю вас За то что смотрели Сегодня Хоть и коротенькие Но две части Балдрусгейт Получилось Весьма и весьма Неплохо Давайте До завтра Переходите на другие Стримы Пока Продолжение следует...